Привет. Прошло пару дней с момента моего последнего прогноза. Торговал я на GMT. В телеграм-группе вы видели результат. В принципе, на этой монете можно торговать, если не спешить. Также все мои рекомендации не являются финансовыми и я не призываю вас к каким-либо действиям. Из своего опыта я рассказываю вам, делюсь с вами, потому что я понял такое, что новичкам важно не заработать деньги, а именно сохранить то, что они завели. Потому что большинство людей, мы проводили опрос, большинство людей очень хочет заработать, но не понимает как и большинство из опрошенных сейчас в минусе и у них меньше денег, чем они заводили первый раз, второй, не знаю, третий, ну то есть минусовая статистика. Поэтому в основном людей этих сподвигает то, что они хотят отбить, хотя бы отбить свой минус. Поэтому я и всегда говорю новичкам особенно, что на удачу далеко не уедешь. Нужно видеть график, нужно читать его и не спешить, потому что это 4 часа таймфрейм. Как вы видите, вот по биткоину можно максимум заработать за 20 часов 6 процентов. Потом то же самое можно было либо потерять в 7 процентов, либо же просто выйти опять без убыток для тех, кто купил и хочет держать долгосрок. Потом опять мы видим 6 процентов и коррекцию в примерно 7 процентов. Поэтому это все, то есть вот этот график биткоина, тут три дня 9 процентов. Вот это все минус, если считать отсюда, допустим, прошло 13 дней и в итоге, я думаю, что не все смогли заработать на биткоине, а именно даже и получить минус какой-то, если они бы заходили здесь, здесь, в надежде получить какой-то профит. Но опять таки, если заходили здесь или здесь или здесь, на данный момент у вас небольшой плюс. По моим прогнозам, которые я вам говорил ранее, вы можете видеть вот эти линии, которые, я считаю, в тех анализе они отрабатывают, то есть понятно, что их может быть, очертить можно как угодно, главное, чтобы у вас был результат, да, и так, и так, и так, но по большому счету, если смотреть более глобально на биткоин, то я рассказывал вам, давайте покажу эти, я рассказываю вам про вот этот, вот эту зону 34-33 и реальность в сегодняшних реалиях можно все-таки предположить, что цена все-таки придет к этим значениям, и далее повезет, я думаю, и цена как упадет нежно, так и будет подниматься, потому что на недельном таймфрейме мы уже давненько падаем, с момента АТХ 69 тысяч мы упали на 52 процента, восстановились там на 44 процента, сейчас торгуемся, поэтому я думаю, что может быть что-то вроде там каких-то вот таких движений, пробития вот этой линии, приход в эту зону и какая-то проторговка и пойдем в рост, вот как-то так. Если мы будем рассматривать другой какой-то вариант, что более негативный, то можно провести тогда примерно вот такую линию и в таком случае при пробитии этой линии мы можем вот как раз с 1 26000 это в очень-очень плохом плохой ситуации пойти, но опять все может быть, потому что вот эти продажи, сильные продажи, как вы видите их потом за, грубо говоря, две недели остановить очень тяжело, тоже 51 процент. Максимально, максимально мы видели коррекцию по биткоину 65 процентов. Это в 2020 году 50 процентов. Небольшая коррекция перед продолжительным ростом в 30 процентов. То есть сейчас на данный момент мы уже в принципе несколько раз касались в зону 50 процентов коррекционные, то есть в зону 34000. Если посмотреть то, что я говорил вам, в зона S1 26000 это будет 59, в принципе реально. В принципе реально. Это будет хороший такой стимул для откупа и отсюда вот тогда можно будет заработать, я думаю, что процентов 30, так точно. Ну а в другой ситуации, если мы здесь остановимся, то вот первое, я думаю, будет сопротивление в зоне плюс 40 процентов. Плюс 40 процентов это как раз это как раз P. Да, 47000. Вот эта зона, она будет служить такой нехилой, нехилым сопротивлением, но в более глобальном, вот таком вот движении, когда мы начали расти, вот минимум хотя бы получить 80 процентов, это будет очень большой плюс и позитивная динамика 80 процентов вот как раз где-то вот здесь, да. Ну я думаю, что вот первое сопротивление 39, второе сопротивление вот как раз в этом районе 80 процентов. Боковые объемы у нас, здесь у нас хорошая поддержка, сейчас вот как раз торгуемся в этой зоне. Ну собственно вот вы видите и зону интереса, да, в этой криптовалюте. Ну дальше не будем рассматривать, то есть идея, идея понятна, да, что мы можем еще корректироваться. Поэтому это все в норме. По эфиру тут немножечко другая ситуация, да, но тем не менее эфир, если мы проведем примерно так. Я думаю, если мы будем расти, вот эти R5, R4, вот это будет хорошая, хорошая, ну вот это в общем зона будет хорошим служить сопротивлением. Но тем не менее, если мы растем в эти уровни, то это 180, 300 и 507. Кстати, по статистике, которую я вывел, если купить, я там покупал пару крипт. И по статистике, сейчас я вам посмотрю. И вот эфир или биткоин или тот же SHIB взять. То есть эфир самый больший дал процент, как, ну не то, что не странно, эфир идет за биткоином, но чуть больше процентов, он дал 22 процента на сегодняшний момент. А биткоин дал только 13 процентов. SHIB на тот момент, когда я покупал, минус, минус 5 процентов примерно. Ну и все. Вот такие вот, такие вот на данный момент наблюдения по топовым монетам. В следующем видео рассмотрим GMT, BSW, APA, E, который мы рассматривали в прошлый раз. По эфиру давайте дальше продолжим. Линию чертил. Вот эту линию белую. Здесь у нас нисходящий канал. Так, где тут у нас? Вот в этом уровне нисходящий канал. Вот эта линия для нас, если мы пробиваем, сделаем ретест и дальнейшее движение вверх. Либо же от этой линии будем отталкиваться и с дальнейшей коррекцией. Это 12 часов было. То есть можем конечно приходить вот на уровень 2400. Еще можем приходить. Так, что я тогда говорил в своих прогнозах. Два варианта. По первому пошли. Кстати, когда вы покупаете в долгосрок, то есть можно в принципе часто не смотреть на график, в чем и фишка. Мы можем просто купить, откупить, откупить, откупить. Через там, не знаю, полгода-год. Если вы откупаете не наверху, да, не здесь вот. Когда цена выросла на там 3500 или, давайте покажу, более вот 4800. То есть понятно, если вы здесь купили, здесь, купили, здесь, купили, здесь, здесь. Вы еще в минусе. И вот этот минус, он растет еще больше, чем был. Этот, ну и добавляется у вас все равно будет минус. Но без убыток он у вас, понятно, будет уменьшаться. Если вы здесь купили один раз и здесь закупали, то без убыток все будет уменьшаться. Он там где-то будет там не на 4900, а примерно там 3500. Ну понятно, если вы все это время систематично покупаете. Если рассматривать инвестирование в валюты, как вы видите, для того, чтобы скорректировалась монета, требуется там 57-60%. У некоторых 70-80%, 68 дней, да, два месяца. И потом идет рост монеты 46 дней на 102%. Здесь у нас рост 49 дней на 78%. Здесь у нас тоже есть какой-то рост более-менее, на котором можно было заработать. Но он уже меньше 47% в 17 дней, да. Но самый, как вы видите, сладкий период был в 2020 году, когда все-все начинало расти. И вот эти коррекции были незначительные. Много людей в шорте были. Они думали, сейчас вот все упадет. И много людей потеряло деньги, да. Вот вы видите рост 4000%, даже 4780. Ну вот максимум первый был. И потребовалось 427 дней в рост. То есть мы росли 427 дней. И очень хороший процент заработали. Сейчас очень много факторов влияет на решение инвесторов покупать, не покупать валюту. Поэтому здесь на больших, как я говорил, плечах с большой маржой торговать очень опасно. Вы реально должны начинать разбираться в графиках. Потому что если здесь в этом росте очень тяжело не заработать, то тогда, когда идет какая-то проторговка, когда, видите, непонятные движения, здесь вроде выкупили, потом все упало, потом опять выкупили, упало. То есть многие новички теряются и теряют деньги. Ну потом расстраиваются, понятно. Никому это не надо. Поэтому совет вам, пока не поздно, пока не потеряли деньги. Поймите, что это наука, это искусство, это профессия. И вы должны как научиться водить машину, научиться торговать, чтобы не потерять деньги. Либо просто как хобби отдавать деньги за удовольствие и не плакаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И следующее видео тоже запишу.